Корень, преимущественно для мужской сферы, и верхняя часть растения для женской. Округлый, что несколько напоминает форму простаты. А именно с семенами мы собираем, так оно считается наиболее действенным. Намекают на причастность к простате. Друзья, всем привет! Мы вновь здесь, в лесу, собрались с вами для того, чтобы на этот раз разобраться с одной очень важной мужской проблемой. Называется по-научному доброкачественная гиперплазия предстательной железы или по-простому аденомы простаты. С вами Алексей Пешков, проект Леша про травы. Не будем долго затягивать, пойдемте в лес, я покажу некоторые растения, которые весьма помогают при этом недуги. Поехали! Друзья, важное замечание. В этом видео я, как всегда, постараюсь показать, как растения своим внешним видом как будто бы нам намекают на свои полезные свойства. Однако в конце этого ролика будет рецепт. Если кому не интересно именно про пользу самих трав, про глубину их, то можете пролистывать смело. Но я все-таки настоятельно рекомендую ознакомиться с полным спектром действия этих растений, для того, чтобы просто себе представление иметь, почему эти травы влияют. Тем более, что действия у них не одинаковые, и работают они лучше в комплексе. И первое растение на нашем пути – это лещина обыкновенная или орешник. Основное ее действие – это устранение застойных явлений в органах малого таза, в том числе простаты тоже. А именно застойные явления, застойные процессы в простате являются одним из основных факторов возникновения аденомы. Поэтому лист лещины и кора с молодых веточек очень помогут при этом недуге. Друзья, обратите внимание, что лист у лещины округлый, что несколько напоминает форму простаты отдаленно. Но, тем не менее, этого достаточно для того, чтобы нам запомнить то, что лещина очень помогает при проблемах с этой железой. Кроме того, лист лещины в народе используется при варикозном расширении вен, потому что он считается хорошим венотоником. То есть он поддерживает здоровье сосудов. А именно ослабление стенок сосудов, сосудистые нарушения, также является ключевой проблемой, почему возникает аденома предстательной железы. Поэтому нашему вниманию предлагается природа и средство, которое действует многофакторно. А еще в средние века плоды лещины и ее кора считались афродизиаком, что как будто бы подчеркивает влияние этого растения на половую сферу. Второе растение по ходу нашего движения – это осина. Со своим мощным противовоспалительным действием, а именно воспаление в органах малого таза, служит одной из ключевых проблем при возникновении аденомы предстательной железы. У осины мы собираем листочки и кору с молодых веток. Правда, кору желательно собирать по весне, когда еще листики не распустились. И опять, друзья, обратите внимание, что округлость формы листа как будто бы напоминает форму простаты, и, соответственно, растение указывает на пользу для этой железы. Стоит заметить, что у осины основная область действия – это вся мочеполовая сфера. Ее применяют при воспалении мочевого пузыря, мочеточников, при болезненном мочеиспускании, ну и, конечно же, при аденоме простаты. И, конечно же, мы не можем с вами пройти мимо хвоща полевого, потому что это мощное почечное средство. Основная сила хвоща – это его местно-тканевая иммунорегуляция. Поскольку регулировать иммунитет в тех органах, которые испытывают местное воспаление, как в случае с аденомой, это крайне важно и является одной из профилактических мер. Так вот, хвощ, можно сказать, номер один в области местно-тканевой иммунорегуляции. Поэтому обязательно его берем. Он богатый источник кремния. А надо заметить, что все кремниесодержащие растения, не только хвощ, но и, например, корни пырей, или репешок, или медуница, споры, что-то же, они так или иначе воздействуют на регуляцию иммунитета. Поэтому хвощ нам очень поможет. Друзья, что особенно важно, хвощ выступает в роли как бы проводника для всей мочеполовой системы. То есть он как будто бы указывает другим травам, в какой области они должны применить все свои целебные воздействия. Концепция проводника очень распространена в традиционной китайской медицине, ну и в некоторых других медицинских системах. Поэтому не лишним будет точно однозначно его добавить в наш сбор. Четвертое растение – ярутка поливая. Мимо него никак нельзя пройти. Сейчас объясню почему. Я вам ее демонстрирую из своих прошлогодних запасов. Высушенная версия. Чуть позже покажу в оригинале. Цветущее растение. Ярутка поливая. Она сейчас зацветает потихоньку. Для сбора еще рановато, потому что необходимо дождаться, пока она выкинет плоские свои такие семянышки округлые. И тогда она считается самой полезной. Чем же она так важна? Дело в том, что ярутка поливая устраняет дисбаланс тестостерон-дигидротестостерон. А именно этот дисбаланс является ключевым фактором к возникновению аденомы предстательной железы. Более того, даже в современной медицине используются средства, так называемые ингибиторы 5-альфа-редуктазы, которые подавляют превращение тестостерона в его более активную форму дигидротестостерон. То есть они устраняют вот этот вот дисбаланс двух гормонов. Тестостерон-дигидротестостерон. Дело здесь в том, что именно дигидротестостерон отвечает за разрастание клеток простаты. Соответственно, если мы устраняем вот этот гормональный дисбаланс, устраняется и причина, так сказать, беспокойства. Вот так вблизи выглядит высушенное растение с семенами. А именно с семенами мы собираем. Так оно считается наиболее действенным. Кстати говоря, семечки у нее круглые. Напоминаю, тоже по форме простату, что тоже как будто бы природой нам указывает на область ее воздействия. Кроме того, ерудка в народе используется при импотенции и как средство от бесплодия. Друзья, пятое наше с вами растение – это крапива. Я сегодня не зря взял с собой лопату, потому что нам потребуется именно корень. Кстати, весьма важно заметить, что верхняя часть крапивы воздействует преимущественно на женскую репродуктивную систему, в частности, стимулирует матку, а корень, то есть подземная часть, на мужскую, то есть влияет на оздоровление предстательной железы. Основное действующее свойство этого растения в нашем случае – это разгон застойных явлений. Сама жгучесть крапивы как будто бы нам показывает и намекает на то, что она способна активизировать застойные явления в организме, и в области малого таза, в частности. К тому же у крапивы мощное антиоксидантное воздействие, которое препятствует возникновению каких-то возрастных изменений в простате. Кстати говоря, крапива очень часто используется, в принципе, в почечной сфере. Например, ей устраняют мочекаменную болезнь, и ролик об этом у меня тоже есть на канале. Итак, у нас есть теперь корень, преимущественно для мужской сферы, и верхняя часть растения для женской. Это, конечно, весьма условно, тем не менее интересно помогает запоминать свойства. Шестое растение – это клевер, его головки. Сейчас конец мая, он у нас еще не цвел, естественно, поэтому я вам демонстрирую свои прошлогодние запасы. Клевер, он обладает особой силой регулировать обмен веществ глобально. Более того, он является мощным сосудоукрепляющим свойством, а именно эти два воздействия нам очень кстати при каких-то нарушениях в области простаты. Помимо аденомы, клевер также используется при простатите, причем как в острой, так и в хронической фазе. Но что особенно интересно в эксперименте, он доказал свои противораковые действия в отношении к предстательной железе. Друзья, обратите внимание, что круглые клеверные головки как будто тоже намекают на причастность к простате, а ее красноватые, вишневые цвета, розовые, на воспаление в этой области. А вот так выглядит уже цветущий клевер. Его мы и собираем. Сейчас конец мая, но некоторые растения уже, как мы видим, с головками цветущими. Друзья, и крайнее на сегодня седьмое растение – это береза. Собираем березовый лист. Он, основное его действующее свойство – это антиоксидантное, то есть он защищает клетки простаты от повреждений. Березка славится своим сильным антибактериальным противовирусным действием, что, в принципе, помогает не только при аденоме, но и при простатите, особенно если он именно какой-то бактериальной природы. Более того, листья березы регулируют работу печени, а одной из причин возникновения аденомы считается накопление излишнего веса. Соответственно, березка будет выметать все лишнее из организма. Поэтому, друзья, ассоциация очень простая. Береза, березовые веники, все знают. А веники выметают все лишнее из организма. Все хвори. И, соответственно, это обеспечивает такую популярность березовому листу во многих травяных сборах. Итак, давайте посмотрим, что же у нас с вами сегодня получилось. Получилась вот такая у нас, опять сказать, от самобранка. Семь растений, которые мы сегодня подробно с вами рассмотрели и собрали. У нас присутствует хвощ полевой, лист осины, корень крапивы, головки клевера полевого. Вот это листики лещины, березовый лист и высушенная ерудка полевая. Итак, у нас с вами по итогу прогулки появился семикомпонентный мощный фитосборг. Как вы видели, каждый из этих компонентов работает в какой-то своей уникальной области. Поэтому совокупный синергетический эффект от сбора будет работать именно тогда, когда все растения собраны воедино. Однако это не означает, что их нельзя применять по отдельности. Они также работают, просто эффект будет слабее, может быть, значительно слабее. Сам рецепт появится где-то здесь. Можете его записывать. Естественно, это не является рекомендацией лечебной ни в коем случае. Это просто демонстрация методов фитотерапии, травничества, народного опыта. Более того, никогда не стоит пренебрегать советом опытного специалиста и возлагать большие надежды в случае запущенных стадий этого заболевания, поскольку это чревато проблемами с почками и также перерождением не злокачественной области в злокачественное новообразование. Соответственно, там уже одними травами можно и не справиться. Друзья, я стараюсь записывать очень много материалов о пользе трав, поэтому, если вам интересна эта область, ставьте лайки, подписывайтесь. Так вы меня поддержите. В комментариях обязательно пишите те, может быть, недуги или свойства трав, которые вы хотели бы рассмотреть. Я комментарии все читаю. Ну а на сегодня будем прощаться. С вами был Алексей Пешков. Увидимся. Крепкого вам здоровья! Продолжение следует...